Всем привет! Говорят, что терпение — это ваш ключ к успеху. Сегодня мы поговорим о людях, которые столкнулись с трудностями и смогли их преодолеть, идя вперед, помогая другим. Вы знали, что иногда неудачи делают нас сильнее. Например, писательница Джоан Роулинг, которая написала Гарри Поттера, сначала получила отказы от 12 издателей. Но она не сдалась и в итоге стала очень успешной. Это показывает, что даже если у вас есть проблемы, они могут привести вас к большим успехам. Наш сегодняшний герой — это не просто человек, который справился с трудностями, но и использовал их, чтобы достичь больших целей. Его история учит нас быть смелыми, упорными и верить в себя. Это действительно важно. Давайте узнаем больше о нашем герое и о его истории. Рад видеть вас в нашей программе «Мой путь». С вами Серик Исматов, и мы начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok Мы люди с диагнозом ахантропозия, мы уникальны. И я могу сказать смело, что я уникальна, потому что я один на 30 тысяч. Но это нужно принять. Когда я росла с детства, мои родители меня воспитывали в первую очередь как человека обычного. Я не приписывала себе слово «инвалид» или «человек с инвалидностью». Я старалась никогда об этом не думать. Чем больше мы каких-то ставим себе ограничений, препятствий, тем больше мы будем угасать, тем больше мы будем депрессировать. Это заболевание происходит из-за маленького изменения в одном гене, и это значительно влияет на рост человека. Люди с ахантроплазией имеют уникальные черты. Их руки и ноги короче, но туловище обычного размера. Их жизнь полна препятствий. Представьте себе мир, где все, от мебели до автомобилей, не предназначено для вас. Но они не видят в этом проблему. С помощью приспособлений и немного креативности они находят способы преодолевать эти препятствия каждый день. Они работают, учатся, занимаются спортом, путешествуют и создают семьи. В общем, живут полноценной жизнью. Они демонстрируют, что величие человека не измеряется его ростом, а определяется его духом, упорством и способностью преодолевать трудности. Что я думаю об инвалидности? Ну, я думаю, прежде всего, человека не стоит называть сразу инвалидом, потому что это звучит, как будто у него определенный статус. А если мы скажем, как человек с инвалидностью, который сейчас об этом термине обсуждают у нас в правительстве, насколько я знаю, а в Европе, на Западе об этом уже говорят давно, то есть используют этот термин человек с инвалидностью. И для нас, людей с ограниченными возможностями, звучит это намного приятнее, что ли, мягче, можно сказать. И поэтому я лично не так часто применяю себе слово инвалид по жизни, потому что если я полностью буду говорить, что я инвалид везде-везде, то это, соответственно, у меня будет и в голове, да, такой некий блок программирования, поэтому наоборот, я стараюсь избегать, да, может быть, это статус мой официально по документам, да, чтобы мы где-то применяли для получения каких-то льгот и подобных таких вопросов, документов, да. Но по поводу инвалидности, я думаю, что это не приговор в первую очередь. И особенно это, мне кажется, касается родителей детей, у которых детки с ограниченными возможностями. Потому что очень часто, когда наши родители понимают, что у них дети с ограниченными физическими возможностями, и это как приговор, они сразу ограничивают своего ребенка от внешнего мира. Не может ребенок, которого никто не верит, не может достичь результатов. То есть изначально ребенок, в первую очередь, чтобы ребенок был успешным, это должен быть позитивный настрой родителя. Моей дочери 10 лет, и мы ее растили как человека, как ребенка, который ничем не отличается от других детей. У нее нет комплекса. Она сидит среди своих сверстников, спокойно общается. И вопросы какие-то, которые там, что у тебя с ногами, почему ты не ходишь или еще что-то, ее не смущают. Потому что она знает, что интеллектуально она от них ничем не отличается. Она может ответить, что у меня, допустим, временно я сейчас прохожу реабилитацию, у меня это все пройдет и тому подобное. То есть когда изначально у людей воспринимают уже что-то с ним не то, у человека появляется чувство комплекса. И именно вот этот комплекс, он не дает человеку двигаться вперед. Поэтому прежде всего, я считаю, номер один, это когда людей воспринимают такими, какие они есть. Я занимаюсь парапауэрлифтингом, я являюсь мастером спорта Республики Казахстан по парапауэрлифтингу и состою в сборной города Алматы. Также я занимаюсь плаванием и другими секциями. То есть спорт у меня неотъемлемая часть жизни. Я первая представительница от Казахстана, которая участвовала в специальных играх для маленьких людей, где я стала чемпионом мира по парапауэрлифтингам и также выиграла в плавании. В 2017 году на чемпионате мира в Канаде среди спортсменов с синдромом ахандроплазии произошло нечто особенное. Гузаль Ергейшева, гордость Казахстана, стала чемпионкой мира по пауэрлифтингу. Этот чемпионат больше, чем просто соревнования. Это место, где спортсмены с ахандроплазией со всего мира показывают свою невероятную силу и решимость. Пауэрлифтинг для этих спортсменов не просто поднятие тяжести. Это борьба с предрассудками и демонстрация того, что ограничение это лишь восприятие. Гузаль была единственной представительницей нашей страны. И это само по себе уже большое достижение. Она не только соревновалась, но и меняла представление о возможностях человека. Доказывая, что рост не является границей для больших мечтаний. От того, как воспитаешь, формируется стержень в характере. Потому что есть дети, у которых вот с малышей работаешь, у них чувствуется этот характер. Но из-за того, что постоянно их вот так вот тесюкаются и считают, что они вот такие бедненькие несчастные родились, и что их нужно жалеть, они становятся такие мямлями. Но есть дети, которые рождаются не бойцами. Но когда постоянно им говоришь, что ты должен, и у тебя получится, и все у тебя будет хорошо, иначе другого у тебя пути нет, тогда формируется характер. Спорт, я считаю, что это все равно неотъемлемая часть жизни нашей независимости. Если ты занимаешься профессионально или любительски, даже делая обыкновенную зарядку 10 минут утром, это спорт, это энергия, которая нас питает на весь день и вообще в целом по жизни. Поэтому я знаю, что есть люди, которые абсолютно не имеют никакого отношения и просто не занимаются этим. Но в то же время спорт, он приносит и свои плоды. Если ты занимаешься не на энергетическом уровне, а профессионально, это большая работа, прежде всего, это большая работа, это мотивация, это стремление, это твоя цель. И прежде чем идти в профессиональный спорт, ты, конечно, должен задаться целью и поставить тебе какую-то определенную, наверное, планку, да. Но если у тебя есть все способности, то, конечно, такие профессионалы, как уже тренера, ассистенты, увидят тебе спортсмена, твои возможности, навыки, умения, и дальше у тебя может развиваться, да, как у настоящего спортсмена. Ну вот, что можно посоветовать, да, какие виды спорта? Вообще спорт – это вообще очень здорово. Это снимает стресс, это воспитывает стрессоустойчивость. Поэтому любой ребенок должен ходить в спортивную секцию. Это вот мое мнение, обязательно. Теперь то, что касается, если это ребенок с инвалидностью. Безусловно, это все зависит от того, какое заболевание, да, привело к инвалидности. Очень распространены это и параплавание, это боча, вот сейчас новый вид паралимпийский для детей и взрослых с церебральным параличом, которые обездвижены, они не могут передвигаться, они только на коляске, и, возможно, они не могут просто даже самостоятельно руками двигать. Этот вид спорта – это для них. Это пара футбол сейчас, да, вводится. Это, если мы говорим, что человек у нас на протезах, это вот running cleaning, то есть это бег на протезах, это специальные. Ну, то есть на самом деле любой сейчас вид спорта, он способен адаптироваться для человека. Я помимо спорта занимаюсь образованием за рубежом. Я к этому шла постепенно, закончив школу успешно, и потом поступила в университет на переводческое дело, где закончила английский язык. Я поставила себе цель, что я хотела бы иметь работу, связанную с языками, и особенно в то время, когда я закончила университет. Поэтому я попала позже в сферу международного образования. Я очень рада этому, потому что работаю с людьми, и постоянно нахожусь в коммуникации с ними, работаю со студентами. Мне приносит это большое удовольствие, потому что, в первую очередь, ну, это общение, да, и когда я общаюсь с людьми, и это все связано с рабочими моментами, то я не чувствую себя, что я какой-то человек, и во мне какая-то особенность. То есть все абсолютно как у всех, мне это приносит удовольствие. С Гузаль я познакомилась 13 лет назад, летом. И за эти 13 лет я наблюдала, как Гузаль росла. Росла как профессионал. И, в общем, нужно сказать, что она сегодня выросла до консультанта такого международного масштаба, ну, республиканского и международного масштаба, потому что знаю, что среди специалистов этой отрасли, международного образования, она довольно высоко ценится молодыми сотрудниками других агентств, которые обращаются к ней за консультациями, которые поддерживают профессиональные связи. И у Гузаль есть определенные преимущества. Преимущество заключается в том, что она довольно много путешествовала по учебным заведениям международным. Она довольно хорошо выучила все особенности зарубежного образования. И это еще и дополняется тем, что она может легко наладить связи не только с нашими гражданами, с клиентами в агентстве, с коллегами в отрасли, но и может наладить живой, легкий контакт с коллегами из-за рубежа. Что мотивирует любого человека чего-то достигать? Ну, я хочу сказать, что прежде всего, если это дети или ребенок с инвалидностью, взрослый или человек с инвалидностью, то здесь на самом деле нет абсолютно разных вещей, потому что психология, она одна. То есть человека мотивирует то, что вызывает удовольствие. И если он делает то, что ему нравится, то к чему его тянет, то он с удовольствием это будет делать и достигать успехов. Конечно, психологи выделяют два типа мотивации. Две такие группы. Это внешняя мотивация, это когда ориентация на успех, необходимость, да, похвалы. То есть вот человек делает то, чтобы получить вот эти аплодисменты. И есть внутренняя мотивация, то, что движет человеком, когда ему нравится заниматься этим. Те, кто хочет прийти в параспорт, пробуйте, не бойтесь, дерзайте. Но самое главное, чтобы вы понимали, это большой вклад, ваш вклад, да, чтобы прийти, соответственно, к результатам. То есть сразу не нужно, да, зацикливаться на том, что я буду паралимпийским чемпионом или чемпионом мира. Нужно идти постепенно к этой цели. И самое главное, ну, может быть, не звездиться, потому что это тоже мешает многим спортсменам. Но главное – мотивация, да. И я думаю, что параспорт – это все равно какой-то определенный праздник, да, даже когда проходят соревнования. Да, ты настроен, особенно в день твоего соревнования. Но в остальные дни это все равно, вы не представляете, это такая атмосфера среди параспортсменов. Может быть, ее не смогут передать обычные люди, но мы параспортсмены, мы это знаем. И это действительно, это для нас праздник, к которому мы каждый раз готовимся. То есть если международный турнир, или это местный турнир, это большой тоже праздник. Поэтому в любом случае есть свои положительные стороны, и отрицательные, ну, это все связано с тобой, и ты должен понять, что ты – самый главный герой в этом деле. История, которую мы сегодня увидели, по-настоящему вдохновляет. Она напоминает о мощи нашего духа и возможности преодолевать любые трудности. Терпение – ключ к успеху. И наш герой – живое тому подтверждение. Смелость и упорство могут привести к неожиданным высотам. Жизнь полна испытаний, но, как показывает наша история, она тоже дарит возможности для роста и вдохновения других. Пусть она будет для вас напоминанием. С правильным настроением вы можете достичь чего угодно. Как сказал Джейшн Стейтхам, если вы хотите чего-то достичь, будьте готовы к тому, что придется работать усерднее всех. Это программа «Мой путь». Я Серик Есматов. До новых встреч в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова